МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принципом ядерной безопасности принесла стране славу медиатора международных конфликтов. Более того, Казахстан сыграл большую роль в урегулировании иранской ядерной программы, предоставив площадку для переговоров в формате 5 плюс 1. Ещё одним шагом, доказывающим мировое признание Казахстана как страны, выступающей за атомную безопасность, стало открытие Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ. Антиядерный опыт республики интересен многим зарубежным странам, в том числе и республики Корея. Насколько я знаю, существует только одна страна в мировой истории, которая отказалась от ядерного оружия и сделала ставку на экономическое развитие. И это Казахстан. Южная Корея очень заинтересована и хочет перенять опыт Казахстана в денуклеаризации в глобальной безопасности. Почему корейские коллеги проявили особый интерес именно Казахстану, я думаю, объяснять нет необходимости, потому что Казахстан уже давно позиционирует себя в международном сообществе как твёрдый сторонник ядерного разоружения. Не случайно 29 августа теперь это не только вот наш праздник, когда мы празднуем день закрытия цинкологического ядерного полигона, но это и всемирный день мирного использования атома. Казахстан является одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций в недропользование. К такому мнению пришли зарубежные эксперты в ходе горно-геологического форума. Специалисты отметили большую работу, проделанную в стране по реформированию инвестиционного законодательства и правовых норм о недропользовании. По их мнению, это дало возможность Казахстану привлечь новые ресурсы для геологоразведки. В ходе форума одна из катарских горно-рудных компаний выразила свою готовность вложить в казахстанское месторождение от 10 до 50 миллионов долларов. Мы рассматриваем Казахстан как наиболее перспективную среди стран Центрально-Азиатского региона, где международный капитал, международные инвесторы будут заходить на этот рынок и будут реализовывать проекты. Новый кодекс о недрах и недропользовании открывает зарубежным инвесторам новые возможности для работы в Казахстане. Это особенно важно, учитывая тот факт, что геологическая и горнодобывающая отрасли занимают второе место в экономике страны. Опыт республики по реформированию законодательства о недропользовании заинтересовал и соседние республики. У вас уже введен кодекс о недропользовании, криска. И мы в этом направлении работаем совместно. И самое главное, учесть ваш опыт. У нас очень тесные связи с компаниями Казахстана. Они разрабатывают басунчат, шералджин. Это в основном медь, содержащая золото. Напомним, Казахстан занимает лидирующие позиции по основным видам полезных ископаемых в мире – урану, титану, ферросплавам. Экспортный потенциал развивают в Туркестанской области. Местные власти планируют обеспечить доступное финансирование и создать проектный офис для предпринимателей, поставляющих отечественную продукцию за рубеж. Сейчас основной экспортируемый товар региона – минеральная продукция. В прошлом году её объём составил почти 200 миллионов долларов. Спросом пользуется и мясо. В целом, объём экспорта Туркестанской области превысил 344 миллиона долларов. Главными импортерами региона являются Россия и Узбекистан. Я считаю, что нам надо уменьшить объём экспорта сырья. Надо самим заниматься переработкой. Стоит отметить, что Туркестанская область экспортирует семена софлоры в такие страны, как Китай, Узбекистан и Иран. В будущем мы планируем отправлять уже не саму сырьё, а готовую продукцию, например, софлоровое масло. Те временем Аркалыгский мясокомбинат ищет новые рынки сбыта. Свою продукцию они хотят экспортировать в Россию и страны Центральной Азии. Отметим, что предприятие было открыто меньше полугода назад. На сегодняшний день здесь переработали около 100 тонн мяса. Ожидается, что на полную проектную мощность мясокомбинат выйдет уже летом этого года. Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент продукции. 12 видов колбас и 3 вида консервов. Мы сейчас поставляем нашу продукцию на внутренние рынки, например, в Костанай и столицу Казахстана. Приезжает даже из России. Буквально месяца два тому назад мы получили сертификат «Халал». Это даёт возможность поставлять и в мусульманские страны. В Алматинской области в этом году планируют увеличить экспорт мяса в четыре раза – с 1000 до 4000 тонн. Сейчас ведутся переговоры о поставках говядины в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Саудовскую Аравию и Иран. В целом в области производительность мяса по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3%. Химическая и горнорудная промышленность, сельское хозяйство, туризм, энергетика, образование и инфраструктурное развитие. Передовые ноу-хау-проекты по этим сферам представили учёные в ходе Второго Центрально-Азиатского форума по устойчивому развитию и инновациям. Встреча региональных PHD-докторантов и британских партнёров прошла на площадке МФЦА в Нур-Султане. Если мы хотим строить светлое будущее и строить устойчивое развитие, мы должны сбалансировать, сгармонизировать это развитие страны с планетой, с землёй, с экономикой. Казахстан придерживается вот этой стратегии, зелёной экономики, чтобы мы, допустим, развивались бурно и быстро, но при этом приносили минимальный вред экологии и обществу. Автомобильные шины, биопластик, фруктоза и инулин. Именно такую продукцию можно получить из обыкновенного корня казахстанского одуванчика сорта Тараксум Коксагас. Уникальный агропроект по производству натурального каучука из отечественного эндемика представила на форуме национальный координатор рамочной программы Европейского союза в Казахстане Камила Макзеева. По словам женщины, на разработку инновационной технологии ушло 12 лет. В этой работе были задействованы учёные из Казахстана совместно с партнёрами из ЕС. Натуральный каучук в мире — это сейчас очень большой дефицит. И весь мир сейчас борется за три основных продукта, которые могут вывести мир на следующий уровень устойчивого развития. Это, конечно, редкоземельные металлы, это литий и это натуральный каучук. А мы посчитали, вот в двух проектах мы работали, европейский, я один казахстанский выполнили, и мы посчитали, что через 25 лет основным источником натурального каучука в мире будет коксагас. Экотуризм, металлургия, проблемы биоразнообразия и экологического устойчивого развития. Именно эти глобальные темы затронули на форуме делегаты из Узбекистана. Без изучения общих вопросов экологии невозможно решить вопросы биоразнообразия и тем более устойчивого развития. Поэтому, я думаю, выбрана очень хорошая тематика. Это в рамках 17 целей устойчивого развития, которые были утверждены в Штатах в 2015 году, в сентябре. И вот каждая цель эта, я думаю, сегодня будет обсуждена и будут даны конкретные предложения по дальнейшему устойчивому развитию нашего региона Центральной Азии. Амбициозные исследователи из стран Центральной Азии надеются, что их проекты не останутся без внимания и в последующем будут реализованы и применены на практике. В столице Узбекистана прошла вторая конференция по вопросам изменения климата в Центральной Азии. Первый такого рода экофорум прошёл в январе прошлого года в Алматы. Представители профильных ведомств и экологи пяти центрально-азиатских стран обсудили предпринимаемые в регионе меры для недопущения наихудшего сценария развития экоситуации. Сегодня изменения климата ощущаются во всех секторах экономики и регион Центральной Азии эксперты называют одним из самых уязвимых. По их мнению, поддерживать стабильность и сохранить продовольственную безопасность возможно лишь путём консолидации общих усилий. Наши все страны имеют преимущества и экономические, и социальные. Если мы объединим свои преимущества, нам будет легче адаптироваться и по водным вопросам, и вопросам сельского хозяйства, и вопросам гидроэнергетики, и других энергетических вопросов, потому что у нас взаимный интерес. А если мы отдельно будем, конечно, тоже можно достичь успеха, это никто не сомневается, но будет намного длиннее путь, намного труднее, наверное, намного дороже. Поэтому мы стараемся, чтобы вот эти конференции потом превратились на общие платформы по изменению климата в нашем регионе. Надеемся, что мы этим добьёмся. На конференции в Ташкенте представитель Министерства энергетики Республики Казахстан сообщил, что в стране до конца этого года планируется ввести новый экологический кодекс. Его разработкой сейчас занимается профильное ведомство. К слову, в этот документ войдёт положение к адаптации климата. Это будет стимулировать природопользователей к внедрению зелёных технологий, уверены отечественные эксперты. Министерством энергетики Казахстана ведётся работа по разработке нового экологического кодекса, куда войдёт положение к адаптации климата. Срок внесения нового проекта кодекса в Можилис – декабрь этого года. Сегодня созданы рабочие группы. На конференции затронули и вопрос эффективного использования трансграничных рек. По мнению специалистов, если глобальная температура повысится на 4 градуса по Цельсию, спрос на оросительную воду возрастёт примерно на 30%. И при этом из-за жары ледники региона начнут таять. К слову, они уже сократились на треть своего объёма по сравнению с началом 20 века. Поэтому реализация совместных планов по улучшению экологической ситуации и недопущению худшего сценария – первостепенная задача для центрально-азиатских стран. Вопрос, что делать дальше. То есть от простых призывов привести к конкретным действиям. Что именно нужно сделать для того, чтобы снизить эти риски климатических изменений, особенно в Центральной Азии. Почему? Потому что это составляет определённую часть горы, где подвержены ледники сокращению. И, соответственно, кстати, появляется очень много проблем с точки зрения изменений экосистем и горных, ландшафтов, и низблизий и так далее. Это уменьшение водных ресурсов, их качества и так далее. То есть эта проблема очень широка, как говорится, и глубока. И к ней надо подходить к интегрированным подходам, а не односторонним. Стоит отметить, что сегодня общими усилиями стран Аральского региона на море восстановлена жизнь. Сейчас в водоёме обитают 23 вида рыбы, 14 из которых промысловые. Кроме того, с целью укрепления песков и уменьшения разноса соли на осушенном дне орала высажены саксаул и другие виды растений. Эта работа будет продолжена. Пятый международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «Роболэнд-2019» состоялся в Караганде. Более 300 команд из Казахстана, России, Узбекистана и Италии соревновались по 13 категориям. В этом году фестиваль поменял свой формат. Впервые прошёл конкурс проектов в области биоинженерии. Судила участников независимая профессиональная коллегия. Итоги подвели электронным способом. Также на фестивале была представлена выставка новинок робототехники. Кроме того, в рамках мероприятия для тренеров и педагогов была организована обширная деловая программа, семинары, мастер-классы и презентации от ведущих специалистов Казахстана и зарубежья. «В нашей команде шесть ребят. Мы представили свой проект, цель которого – построить робота, который мог бы стать другом для человека с ограниченными возможностями». Напомним, на сегодняшний день в Карагандинской области уже создано четыре технопарка для детей. В этом году число таких центров увеличится в два раза. Юные дамбристы из города Сарань Карагандинской области выиграли гран-при престижного международного конкурса в столице Чехии. Это первая творческая победа начинающих музыкантов из ансамбля «Умит». Ансамбль исполнил знаменитый кьюик Курмангазы и папури из русских народных песен. К слову, в международном конкурсе приняли участие жители Германии, Польши и России. Конкурс был очень интересным. Были представлены различные музыкальные инструменты, сольные выступления. Наши маленькие музыканты выступили достойно, проявили свое сценическое мастерство. Они отыграли на самом высоком уровне. Зрителям очень понравилось. А жюри отметило, что так играть могут только большие оркестры. Оценивали юных исполнителей лучшие музыковеды Праги. На конкурсе «Казахстан» представили три музыкальных коллектива. Отметим в состав ансамбля «Дамбристов Умит» входит восемь участников в возрасте от 9 до 12 лет. Гастрономия Франции – это национальная гордость страны. Испокон веков это государство считалось законодателем кулинарного искусства. Секреты и опыт приготовления французских блюд перенимают казахстанские специалисты. В столице прошел мастер-класс известного шеф-повара из Франции Марка Вака. Он является обладателем звезды Мишлена и представителем крупнейшего французского института кулинарного мастерства. Это очень интересный мастер-класс, потому что участники могли изучить новые кулинарные техники, а также новые подходы в приготовлении еды. Потому что еда во многом – это особый образ мышления. Мы приготовили прекрасный французский рецепт. Это замороженная нуга с абрикосами. Классический вариант. Это его страсть. То есть, когда приготовление пищи – это или страсть, это уже говорит о многом. Кухня – это свой непосредственный мир. И вот сейчас, проведя с ним пару часов, ты уже видишь, что это король на кухне. Отметим, что с 2010 года французская гастрономия признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. В французских традициях, что главное, это как мы определяем опыт гастрономии. То есть, конечно, все народы любят еду, но то, что французы придумали, это наука еды. Как можно очень серьезно подходить к этой теме. Это все началось фактически с того времени, когда у нас при дворе королей были очень известные шефы, повара, которые иногда даже дошли до самоубийства, когда провалился ужин. Новая интерпретация знаменитого произведения. В Алматы в театре для детей и юношества имени Натальи Сац представили премьеру спектакля по мотивам сказки Иридьярда Киплинга «Маугли. Книга джунглей». Постановка получилась далеко не детской. Это было красочное, театрально-пластическое шоу для всей семьи. Можно, в принципе, сопоставить наш мир с миром джунглей. Потому что, в принципе, взаимоотношения животных между собой, их законы, также есть предатели, подстрекатели, как табаки, допустим. И есть те люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Также и в животном мире. То есть здесь, в принципе, только отличие идёт в том, что человек в самих джунглях, как инородное существо, но его приняли, и он становится как зверь среди этих зверей. Историю про «Маугли» готовили целых три месяца. Актёры через образы животных смогли раскрыть главные человеческие ценности – честность, уважение и преданность. Я люблю образы, где можно попробовать себя в пластике. А животное – это вообще очень такая благодатная почва для актёров. У меня дома два кота. Белый и чёрный. И чёрный – точно багира. Я очень долго за ним наблюдала. Да, было тяжеловато, конечно, но я старалась. Сложные меняющиеся декорации, спецэффекты и яркие костюмы заворожили зрителя. Для спектакля было придумано 27 образов. На это у художников-постановщиков ушло сотни метров ткани и несколько недель кропотливой работы. Благодаря стразам образы багира и икаа не только красочно переливались, но и подчёркивали пластику животных. При создании костюмов мы тщательно убирали ткани и фурнитуру. Все они расшиты вручную. Поэтому, если сравнивать с другими спектаклями в этой постановке, они более выигрышные и яркие, можно сказать, особенные. Воссоздать джунгли на сцене художнику-постановщику Владимиру Пономарёву удалось благодаря игре света и очень ярким тканям. Для декорации использовали километры сплетённой вручную сетки, материалы разной фактуры – габардин, фетр, парча. Каждый из театральной труппы сделал всё возможное, чтобы после просмотра спектакля вновь захотелось перечитать книгу.